18 ноября, день Галактиона, назван в честь святых преподобно мучеников Галактиона и жены его Епистины. Когда крестили Галактиона, старец сказал, сей младенец жизнь небесную возлюбит более земной. Так и вышло в дальнейшем. Женившись, они сохранили свое девство, раздали свое имущество и отправились в монастыри. Там они проводили время в посте и молитве. Во время гонений на христиан Галактиона схватили. Епистина пошла за ним следом. После мучений их казнили. Сегодня девушки выражили и гадали на суженного. Читали разнообразные молитвы и посещали храмы. В молитвах просили, чтобы жених был порядочным супругом и хорошим работником, а также разбрасывали во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом. Парни тоже проявляли активность и приглашали девчат на гуляни, которые частенько длились до самого утра. Сегодня заканчивали убирать редьку и блюда из нее появлялись на крестьянском столе. Ели тертую редьку или просто резали ее тонкими ломтиками, а подавались солью и постным маслом. Иногда использовали квас и лук. Популярным блюдом считалась квашеная капуста с редькой. Применяли ее как лечебное средство зимой при лечении простудных заболеваний. В день Галактиона земля уже покрылась снегом и можно было выезжать на санях. Приметы. Если сегодня обильный снег, это к снежной зиме. На ветвях ивы виден ини, зима будет длинной. Дует северный ветер, но небо ясное, это к похолоданию. Если сегодня нашли чужой веник во дворе, значит навели порчу. Не следует совершать крупную покупку сегодня, она не прослужит долго. Очень хорошо сегодня убираться в доме. Если сходить сегодня в баню, весь следующий год здоровым будешь. Редактор субтитров А.Семкин